Хайфа всегда славилась тем, что здесь живут русские, иврито-говорящие, люди, говорящие на арабском языке, и каждый на своём языке получает свой оригинальный спектакль. Сегодня был спектакль по мотивам рассказа Чехова «Каштанка» на иврите, но перед спектаклем зрители имели возможность посмотреть кукол из других спектаклей, и узнать, что такое механика кукол и секреты, которые находятся внутри куклы. Потому что во время спектакля можно увидеть, как кукла разговаривает, закрывает глаза, как-то двигается, но знать, по каким законам это работает, интересно всем, и взрослым, и маленьким. И после того, как они посмотрели выставку кукол, каждый из них сделал из бумаги куклу для себя, который унёс домой, но, несмотря на то, что кукла бумажная, по ней можно понять, как кукла разговаривает. Можно её раскрасить, можно с ней поиграть. То есть дети получили двойное удовольствие и от выставки, и от спектакля, и от того, что сделали своими руками куклу. Этот фестиваль поддерживает Министерство культуры, Хайский городской театр. Мы являемся членами Международной организации детских театров «Ассетэш». И вот эти спектакли, которые мы показываем во время фестиваля, созданы целой командой художников. На арабском языке это художник Таня Белконенко и Наталья Жарская, которая делала кукол для этого спектакля. Сегодня все видели работы Саши Чернин, Елены Ремезовой. Завтра они также увидят тоже кукол и костюмы Саши и Елены. Но кроме этого хочу отметить, что есть ещё художники, которые делают декорации мультимедиа. Это Татьяна Залкинт, это компьютерная графика, это кропотливая работа. К каждому моменту спектакля подбираются отдельные кадры. Надо сказать, что музыку для всех спектаклей написали театральные композиторы Григорий Хентов и Дмитрий Петровский. Музыка является полноценным действующим лицом спектакля, потому что она помогает, она вызывает определённые эмоции и помогает актёрам двигаться в том ритме, который задан настроением в спектакле. Все куклы, все спектакли из дома театра «Мефраз». Театр «Мефраз» существует уже более 20 лет, в репертуаре 25 спектаклей. Кукол, наверное, около 300, потому что к каждому спектаклю делаются отдельные куклы. Есть куклы планшетные, есть куклы напольные. И вот на этом фестивале не будет работы Ланы Герштейн, это тростевые куклы, и спектакль много перохом и шалот. Но это можно увидеть в фойе, перед всеми куклами в фойе присутствуют художники, которые делали этих кукол, и всегда можно спросить и расспросить секреты мастерства. Всех ждём завтра. Ещё такой вопрос, вот когда говорят, в общем-то, кукольный театр, вот для меня это как бы классика, то есть есть ширма, и за ширмой мы не видим, значит, кукловодов, и видят только зрители кукол. У вас это что-то совершенно другое, это постоянный диалог со зрителями, вы тоже на сцене. И, в общем-то, вот такой как бы карнавал действительно, действие захватывающее, в котором участвуете вы и ваши друзья-куклы, которые, в общем, двигаются, и это и собачки, и, в общем, какие-то цирковые актёры, как сегодня это было в спектакле «Каштанка». Что для вас театр «Кукольный»? Ну, для нас мы сначала выбираем пьесу, то, что будем ставить и про что будем ставить. Потом мы думаем о том, какая система кукол подойдёт для этого спектакля. То есть, если спектакль по Андерсону, то скорее будут куклы из папье-маше, классические, с классической механикой, у которых будут закрываться рот, глаза. Если мы делаем спектакль какой-то с чудесами, такие спектакли, как «Алладин» или вот как тот же «Цветик-семицветик», там нужна система кукол-тростевая. Вот та самая, в которой есть то, что завораживает широкие жесты. Если мы делаем спектакли про джунгли, то тогда, вот как у нас сейчас спектакль по Киплингу, мы берём куклы, которые рост человека, потому что животные крупные, потому что они должны бегать, прыгать, выполнять какие-то номера. Почему вводится какое-то участие зрителей в спектакле? Потому что, когда мы с ними играем, мы же для них не только учителя, мы для них партнёры, мы обмениваемся эмоциями. И когда они хотят нам ответить, а в цирке, как правило, зрители отвечают и поддерживают актёра, поэтому вот спектакль по мотивам Каштанки, где есть элементы цирка, он также включает в себя и какое-то непосредственное общение. Без этого тогда не будет атмосферы спектакля, потому что каждый спектакль продумывается, будет четвёртая стена, мы как-то отгородимся от зрителей и будем рассказывать историю, которая происходила далеко от них, или они примут в ней участие, потому что у них всегда есть надежда, что они поменяют сюжет. Интересно. Скажите, вот вообще-то здесь в Израиле у нас пробиться человеку и зарабатывать только своей профессией актёрской, творческой, это очень трудно. Как вам удалось это? Я знаю, что у вас очень напряжённый ритм, куча спектаклей, то есть это бег без передышки. Хватает сил? Ну, сил хватает, и я думаю, что мы с Вадимом счастливы, что мы занимаемся любимым делом, делом, в котором мы много понимаем, мы знаем, наверное, уже сейчас мы можем сказать, что как делается театр, и потом мы знаем уже законы. Театр никогда не бывает лёгкого. Если это лето, то придётся играть спектакли в шубе. Если это зима, то надо выходить в чём-то солнечном и играть то, что очень-очень жарко. И пробиться, ну, наверное, каждый, кто хочет заниматься своим делом, то они всё время и пробиваются. А я думаю, что когда достигаешь какого-то определённого уровня, хочется подняться на следующую ступень, как в компьютерной игре. Открываются новые препятствия, ставятся какие-то планы, но просто если задаться целью работать по профессии, как бы трудно это ни было, то получится у всех. И вот впервые, мне так кажется, здесь, в Хаевском театре, это фестиваль, где и кукольные, и кукольные спектакли на русском языке, на трёх языках. Вот это именно и есть отличие этого фестиваля, что он идёт и на русском, и на арабском языках. Потому что есть фестиваль, он достаточно знаменитый. Это в апреле месяце проходит фестиваль, он международный, этот фестиваль детских театров. Есть спектакли, даже для самых маленьких, от года до трёх, но это не кукольные спектакли, они как бы с элементами кукол, но он не ставил задачу просто только взять театр кукол. Здесь произошло соединение. Когда-то Хайфа славилась своей выставкой кукол, особой выставкой кукол, которая проходила на центральном кармеле, и приезжали отовсюду, как на аттракцию этого города, посмотреть выставку кукол, потому что художники были со всей страны. Был год перерыва, были обращения художников, были обращения зрителей, и вот в этом году Хайфский городской театр пошёл навстречу сделать и выставку кукол. Время осталось то же самое, которое было в этой выставке. Последние дни августа. В общем, удалось. Ну, пока мы говорим, что это только начало. И что я надеюсь, что этот фестиваль, Бугофест, станет традиционным. Спасибо.